В нашем городе и за пределами Череповца все больше и больше происходит аварии. И я убежден в том, что это не случайно. Это ослабление работы с персоналом, недостаточно жесткие требования к техническому состоянию парка. Как бы Вы могли прокомментировать эту ситуацию? Юрий Александрович, в субботу произошло происшествие с пассажирским автобусом. Автобус, как Вы правильно сказали, не работает на городских маршрутах, принадлежит частному предпринимателю Меньшикову, занимается работой по обслуживанию заказных перевозок, в том числе междугородных маршрутов. В 20.40 он возвращался с выполнения очередного заказа. На улице Краснодонцев по невыясненным пока причинам водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, совершил наезд на здание, расположенное на улице Гоголя. В настоящее время ГАИ сейчас проводятся все необходимые проверки. Выясняется, где проходил данный автобус технический осмотр. То есть известно, что три месяца назад он проходил технический осмотр. Сам автобус год назад проведен капитальный ремонт. Предварительных версий пока озвучить никто. Ну, точнее, неофициальные версии есть, но это пока неофициальные. Идут сейчас все необходимые проверки. В результате происшествия один водитель пострадал с переломами, находится в больнице. В салоне находился один пассажир, который с ушибами мягких тканей отпущен домой на отбулаторное лечение. На прошлой неделе после первого происшествия было принято решение совместно с Семичем Алексеевичем провести объезд всех предприятий и предпринимателей, занимающихся перевозками на рынке города Череповца. Этот объезд назначен на завтра. По линии ГАИ, значит, работа у них, вот, не знаю, наверное, стечение обстоятельств буквально неделю назад закончилась операция автобус. Но я уверен, что в связи с теми происшествиями, в том числе субботним, руководством и УВД города Череповца, и управления областного ГИБДД, будет принято решение по повторной, по усилению работы за контролем выпуска и технического состояния автобусов. Считаю, что вот это, наверное, последний предупредительный сигнал, требующий проведения очень жестких мер по проверке технического состояния автотранспорта. Я не рекомендую, я требую в течение недели провести проверку всех автопарков, в том числе частных парков, на предмет технического соответствия транспорта, возможностям выпуска их на рейсы. Безопасность в общественном транспорте – это одна из основных задач, и мы будем контролировать техническое состояние автобусов, и не только автобусов, и микроавтобусов. Граждане активно перемещаются, используют общественный транспорт. Мы этому виду транспорта отдаем безусловный приоритет, и поэтому безопасность должна быть приоритетной. Все необходимые мероприятия совместно с ГИБДД организовать и провести в недельный срок. Есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!